Приобщиться к культурному событию, не выходя из дома. Впервые ежегодная акция «Библионочь» полностью пройдет онлайн. Сменить формат организаторам пришлось из-за коронавируса. Но любителям литературы из Владимира и других уголков страны не стоит унывать. Для них подготовили масштабный марафон. Его посвятили 75-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне. Называется марафон «75 слов победы». Стартует 25 апреля в субботу в 16.00. Присоединиться к нему можно на официальном сайте «Библионочи». Продлится акция до Дня Победы. Сначала известные актеры, писатели, деятели культуры и спорта прочтут строки из военной корреспонденции, личной переписки, отрывки из книг времен Великой Отечественной войны. Затем эстафету примут региональные и муниципальные библиотеки. На официальных сайтах и в соцсетях они презентуют свои проекты. Например, областная научная библиотека расскажет о судьбе Владимира Юкина, одного из основателей Владимирской школы живописи. С первых же дней войны он оказался на фронте. Затем плен, страшная уманская яма. Затем шторлак на территории Германии. После освобождения он участвовал в боях и закончил войну в Германии. Находясь в лагере и переживая такие страшные тяжелые испытания, он дал себе слово, что если выживет, он будет воспевать красоту и жизнь. Для постоянных участников библионочи, которые организует Владимирская областная научная библиотека, мы подготовили сюрприз. Это ретроспективный показ самых ярких, запоминающихся моментов за 8 лет существования акции. Областная библиотека для детей и молодежи тоже подготовила насыщенную программу. По традиции для самых юных читателей, начиная с 6 вечера проведут библиосумерки. На виртуальных мастер-классах дети научатся создавать картины, открытки, поделки из бумаги и даже маленький мультфильм, посвященный Дню Победы. Кроме того, ребят, как настоящих разведчиков, научат шифровать информацию и расскажут о военных писателях и художниках, покажут спектакль. Программа «Библионочи» для молодежи и взрослых начнется в 10 вечера. Здесь будут представлены интересные видеоролики, которые записали жители Владимирской области с рассказами о своих героях, фронтовиках, своих родственниках. Будут прочитаны стихи нашими владимирскими писателями, актерами наших любимых театров. И, конечно же, большая концертная программа, в которой будут представлены песни исполнителей из города Москвы, владимирских музыкальных групп. Кстати, присоединиться к марафону могут все желающие. Для этого нужно прочитать отрывок из книги или фронтового письма от вашего родственника на камеру. Длиться видео должно не дольше минуты, а текст должен содержать не менее 75 слов. Почему эта книга или письмо так дороги, вам можно рассказать в комментариях к видео. Поделиться своим видеороликом можно в любой социальной сети с хэштегом «Библионочь2020» и «75 слов победы».